Инфинити Надо 43 серия Судьбоносная встреча Арис, одиночество. Прошу, спасите его. Итак, те Инфинити Надо, о которых рассказывала Фортуна, теперь в наших руках. Да, я рад, что нам удалось спасти их. Но мне всё равно не по себе. Спасли ли мы их на самом деле? Но... Держась вместе, стараясь изо всех сил, мы подружимся. Сейчас нельзя быть беспечными. Нужно победить Арис и Мира. Сесилия всё ещё у них. Мы должны продолжать идти. Послушай, Джин. Как выйти из этой комнаты? Похоже, единственный выход – дверь, через которую мы вошли. Но её больше нет. Ага. Нам туда. Ага. Вон тот символ. Сдружиться с противником? Быть друзьями? Нет уж. Я не позволю растрачивать на эту силу. Да уж. Ага. Семь звёзд. Нужно где-то добыть ещё три. Тогда я проиграл Арису скромности. И потерял кое-что очень важное. Но теперь я другой. Я сильно изменился. Идём. Они сразили даже Инфинитина до утраченного война. Значит, с ними придётся сразиться мне. Она должна проснуться. Проснулась? Ты... Ты богиня сражений, которая так на меня похожа. Ты Фортуна, да? Но... Кто я тебе? Кто ты мне? Ты мне скажи. А? Идём со мной. Куда? Хм. Неоновый смерч. Ты забрала и пускатель тоже? Замолчи уже. Идём. Папа уже ждёт. Из-за тебя. Мой папа не может притворить свою мечту в жизнь. Из-за меня? А ты знаешь, что он планирует сделать? Сама спроси у него. Я тоже не знаю. Арис Мира хочет уничтожить эту планету. Разве он не сказал тебе об этом? Хочет уничтожить планету? Он не рассказал и другим Арисам. Ну и что с того? Плевать, какая мечта. Я всегда ему помогу. А? Как же быстро. Какой же ты всё-таки невероятно быстрый. Арис Скромности. Мне удивительно видеть вас всех здесь. Но я не позволю вам пройти и разрушить план Ариса Мира. Так что придётся поиграть с вами. Что? Что скажете? Не хотите подружиться? Хорошо. Обсудим всё в битве. Прямо в центр. Это защитный надо? А я выберу выносливый режим. Выносливый инфинити надо? Обязательно нужно запускать горизонтально. Так я сейчас и сделаю. Надо! Надо! Это похоже на удар, а что-то металлическое. Встань на колени. Да брось. Так это вы, Арис Мира. Не уделите минутку. Я бы хотела поговорить с вами. Я и сам собирался это предложить. Иди со мной. Папа, только ты и она? Я волнуюсь, можно с вами? Фортуна, отдай мне божественный лук. Останься пока что здесь и подожди нас. Выходит, папа искал её. Но ведь это я его родная дочка. Она же выросла среди этих мерзких людишек. И у них нет какого-то одного языка. Она навредит папе. Я пойду. Я ведь у папы единственная дочка. Только я могу помочь ему исполнить мечту. Я давно тебя искал. Без тебя я не смогу исполнить свою мечту. Ваша мечта уничтожить эту планету? О расправедливости сказал? Да, вы ошиблись в том, что он предатель. Неужели вам совсем не стыдно? Я не ошибся. Он и правда предатель. Он по-прежнему оставался верен имени, спасал людей. Вы понимали, что потеряете его. Почему вы хотите разрушить эту планету? Потому что у меня очень важная миссия. Хотите моей помощи? Я должна помочь вам уничтожить планету? Умная. Что мне делать? Ты ведь не все знаешь. Вообще-то, башня Тайфуна и есть Инфинити надо, если ее запустить. Запустить? Если есть башня Тайфуна, значит, во Вселенной существует и большой пускатель. Когда вы с Фортуной объединитесь, пускатель отправится в сторону этой планеты. И он запустит башню Тайфуна в сторону Земли? Верно. Ты источник энергии башни. А Фортуна – источник энергии того огромного пускателя. Каждая из вас служит источником энергии для пускателя или для башни. Сесилия, твоя миссия – уничтожить эту планету. Уничтожить ее? Моя миссия? То есть ты отказываешься? Может, по происхождению я Арос, но я не собираюсь подводить своих друзей, и я хочу жить с ними. Ты – Арос, и не можешь дружить с людьми. Почему? Достигнув определенного возраста, мы перестаем стареть. Ты никогда не умрешь. Ты не можешь дружить с людьми, жизнью которых суждено рано или поздно закончиться. Они оставят тебя одну, и даже Джин не станет исключением из правила. Здесь твой настоящий дом, Сесилия. Держись! Небесный вихрь! Целься в кольцо! Отлично! Продолжай в том же духе! Чего? Джин, ты допустил столько ошибок. Стальной бриллиант! Отбойный молоток! Небесный вихрь! Ты невероятно слаб. Ты так никогда не победишь стальной бриллиант, потому что стальной бриллиант – самый тяжелый защитный надо среди инфинитинада Аросов. Самый тяжелый защитный надо? Атакующее кольцо стального бриллианта – самое толстое и самое тяжелое. Ни один инфинитинада не сможет его выбить. К тому же, атакующее защитное кольцо одинаковые по толщине. Именно поэтому противнику никак невозможно схватить его. А круглый наконечник позволяет сохранить скорость вращения, независимо от того, насколько сильный наклон. Инфинитинада с таким наконечником легко может уклониться от атаки. Как? У него что, такой же наконечник, как и у гербового щита? Это ты верно подметил. На атаке моего стального бриллианта куда сильнее, чем у гербового щита. Четыре выступающих элемента на его атакующем кольце позволяют наносить удары с эффективностью, как у молота. Смотрите, стальной бриллиант непобедим с моей мощной силой духа. Что? Даже арена стала металлической. Эх, наконечник небесного вихря металлический. Металл трется об металл, а его наконечник тонкий. Небесный вихрь соскользнет и проиграет. Сменил режим на атакующий. В атаку! Небесный вихрь! Стальной бриллиант! Бриллиант! Вызываю торнадо! Джин, неужели ты нервничаешь? Чего? Когда спираль стального бриллианта вращается по направлению вниз, он может захватить атакующее кольцо своего соперника и затем направить его так, чтобы было удобно атаковать. Стальной бриллиант! Небесный вихрь! Стальной бриллиант! Теперь ты понял? Твое атакующее кольцо бесполезно против меня. Небесный вихрь! Отойди от него подальше! Ты не убежишь. Отпишись! 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 Нет! Что у тебя с лицом, Джим? Выглядишь так, как будто ты мне все-таки проиграл. Верно. Чем сильнее ты будешь сердиться, тем сам ты будешь сильнее. Ты видел, насколько сильнее твои друзья под внушением? До него они не были такими. Я надеюсь, ты не будешь всего этого отрицать. Это сила. Их ненависть. Гнев. Это жажда. Эти негативные эмоции таились в их сердцах. Это все неправда. Если ты хочешь испытать мою силу, я с большой радостью тебе ее покажу. Но моя сила отличается от твоих представлений. Что? Он потерял свои крылья. Небесный вихрь! Быстрее! Вперед! Крылья небесного вихря – независимый элемент. Крутятся сами. Если скорость вращения нарастает, центробежная сила заставляет атакующее кольцо крутиться. И врагу наносится большой урон? Ну, все понятно. Это даже забавно, Джим. Начинай! Розящий удар! Небесный вихрь! Розящий торнадо! Сталь! Стальной бриллиант! Битве конец. Отлично! Это чудо. Я не знал, что в таком юном возрасте можно обладать такой силой. Талант не связан с возрастом. Не хочешь поразмышлять о своих преступлениях? Честно говоря, не очень. Что? Количество звезд не изменилось. Что? Какие вы наивные. Эта система была разработана мной. Конечно же, мой проигрыш не считается. Это значит, есть еще три Ареса? Вот незадачка. Их еще пять. Не забудьте про Фортуну, а также Верховную Богиню. А? Но как открыть эту дверь? Ты ее не откроешь. С чего это? Я открою ее, когда придет нужное время. Так что не пытайтесь. Вы тянете наше время. Но я не понимаю, зачем вы это делаете? Я жду, пока ваша подружка Сесилия сделает выбор. Что вы сделали с Сесилией? А? Что? Вы Фортуна. Эй, ты. Ты все еще здесь? Фортуна. Я вас обыграю. Давайте мы поговорим. Нам с тобой совершенно не о чем говорить. Но да! Вот же. Вам ни за что не переубедить моего папу. Арес Солнца. И Арес Луны. Погибли. И у папы осталась одна я. Осталась одна я. Одна только я. Мощная сила духа. Она очень похожа на силу духа Сесилии. Если меня выбьют, я проиграю. Я! О нет, так и знал. Что? Как же так? Эй, Джин, ты в порядке? Да, спасибо. О нет. О нет. А-а-а. 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 Что это? А-а-а. Но... Это... А-а-а! Это я! А-а-а-а. Инфинити НАДО. 44-я серия. Неудача Фортуны. Что? Что это? Ведь это... Это... Верно. Это твои двойники. Но... Не может быть. Никак! То есть Сесилия и я... Мы с ней близнецы, да? Почему здесь куклы похожи на меня? На самом деле ты всего лишь копия. Такая же кукла, как и остальные. Копия? А кто настоящий? Конечно же, это Сесилия. Ты такая же, как эти куклы. Ты копия, которая была сделана из ДНК Сесилии. Зачем вы это сделали? О нет. О нет. Ответ-то очень прост. Я расскажу вам зачем. У Ароса Мира всегда был план разрушить эту планету. Для этого ему были нужны Колесо Фортуны и Верховная Богиня. Но он никак не мог найти Верховную Богиню. Что ему было делать? Создать самому? Правильный ответ. Что? Мне разрешили взять ДНК Сесилии и создать Колесо Фортуны. Что здесь происходит? Давайте проясним ситуацию. Эта идея была не моя. Даже мне бы не пришла в голову такая негуманная идея. Это слишком. В этом нет моей вины. Вините Ароса справедливости, потому что это он похитил Сесилию. Думаю, что это так справедливо. Это все он. По мне, так лучше бы похитил Фортуну, а не Сесилию. Хватит уже! О, нет. Это все неправда. Никто, ни одна копия не займет мое законное место. Нет, моя Фортуна. Не все копии выходят удачно. Вон. Вот она-то точно бракованная. У нее мало силы духа. Ее волосы ужасно прямые, хотя... Должны быть кудри. Знаешь, среди всех этих копий, ты лучший экземпляр. Да как же это... Я... Я... Ой, а ты кто такая? М? Я... Фортуна. Да? Представляешь, я тоже. Неправда, это не так. Нет! Нет, нет, нет! Нет! Вот это да! Фортуна! Я настоящая Фортуна! И мой папа любит меня! Фортуна, вам нужно остановиться! Ведь эти двойники ни в чем не виноваты! Есть лишь я! И я единственная Фортуна! Ничего себе! Твоя сила духа испугала даже самого Джина! У меня нет никаких сомнений в том, что ты лучшая среди всех этих копий. Это прекрасно. Как же любопытно! А? Что? Что это? Я повторюсь. Ты лучшая среди этих копий, Фортуна. Хотя я все же лукавлю. Есть множество копий точно таких же, как ты. Любая из них может заменить тебя. А-а-а! Что такое? А-а-а! 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 Эй, Фортуна! Если ты хочешь оставаться единственной в глазах Ареса мира, ты должна уничтожить все эти копии! Больше никто не должен пострадать из-за нее. Надо! Гербовый щит! Никто меня не остановит! Гербовый щит! Пойду! ,,! Это не самый самый... Весьма любопытно, что эта арена была полностью создана Духом. Раз вы не хотите сдаваться, тогда я вас просто уничтожу! Сияющим огнем беда? Как ты все-таки глуп. Эта арена, созданная Духом, вращается по часовой стрелке, а твой инфинити надо против. Так как он вращается в обратную сторону, постепенно его будет сносить к центру. Вот же... Ой, как жалко. Атакующий надо оказался в центре. Что же делать? О, нет! Ну нет, сияющий огонь не проиграет, хоть и попал в центр. Ух ты! Судя по всему, людская сила Духа непредсказуемая. Сияющий огонь! Уничтожь его одним ударом! Чего? Сияющий огонь! Вихревое колесо — опасный враг. Его можно назвать Близнецом Божественного Лука. Как и у Божественного Лука, у него на атакующем кольце есть множество отверстий. Потоки воздуха проходят через эти отверстия, и это помогает ему вращаться устойчиво и увеличивает его выносливость. Арена, которая сейчас перед нами, была создана Духом. Это и помогает вихревому колесу быть незамеченным. Фортуна, ты прекрасна. Ты и правда мое лучшее творение. Нет, ты творение Аросамира. Нет! Я не подделка! О нет, у меня почти не осталось силы духа. Моя следующая атака будет решающая. Сияющий огонь! Вот же еще раз! Стой! Позволь мне! Но ведь... Ты же потратил много сил и духа. Отдохни. Ладно. Фортуна, нужно успокоиться. Ничего не изменится, если все уничтожить. Заволчи! Заволчи же! О нет! Иди в атаку! Давай! Точно! Если враг может скрыться в этом вихре, то почему бы не скрыться и нам? Как наивно. Вихревое колесо не такое, как Божественный Лук. Внешняя часть защитного кольца крутится. Помогает избежать атак. Поэтому его выносливость куда выше. Намного выше, чем у Божественного Лука. Небесный Вихрь! Точно! Ведь Вихревое колесо сильнее Божественного Лука. Ну а я лучше Сесилий. Я единственная отрада моего папы! Божественный Лук был сделан безупречным. Поэтому его атакующая сила куда больше. Нет! Этого не может быть! Это все неправда! Божественный Лук! Я победила! И сейчас я все тут разрушу! Фортуна, тебе очень повезло. Многие так и не узнают, для чего родились. Уходят из жизни, так и не узнав ответа. У тебя же все иначе. Ведь ты оружие Арыса Мира. Ты знаешь, что должна уничтожить Землю. Ах, как же тебе повезло. Но. Неважно, настоящая ты или нет. Ведь замена всегда найдется. Хватит уже, прекрати! Хватит! О, нет. Превосходно. Дон, мы должны остановить ее. Давай. Надо! Небесный вихрь! Сияющий огонь! Джин, что ты задумал? Если мы сейчас атакуем его с двух сторон, он окажется в нашем окружении. Да, ты прав. У нас будет шанс на победу, если он не будет свободно вращаться. А, все понятно. Ты должна быть осторожнее, Фортуна. Если вдруг проиграешь, твой папочка очень сильно расстроится. Небесный вихрь! Сияющий огонь! Вихревое колесо! Отлично! Просто отлично! Папуля будет мной гордиться! Потрясающе. Эй, вы! Зачем так поступать с Фортуной? И что вам нужно на Земле? А, посмотри-ка. Сделанный мной измеритель скорости. Он считает количество оборотов. Так здорово. Впервые вижу такое огромное число. Что? Заставили ее прибегнуть к темной силе, чтобы ее инфинити надо быстрее и дольше вращался? Именно. Но ей и самой все это в радость. Ведь ее сила духа сейчас мощная, как никогда. И это отличный шанс проверить предел ее возможностей. Если Фортуна использует всю силу духа в твоем ужасном эксперименте, то она может потерять свою жизнь. Ну и что с того? У меня же куча таких, как она. И если я хорошенько поищу, то я обязательно найду ей замену. Разве это не потрясающий эксперимент? Просто ужас. Теперь пора их уничтожить! Я единственная Фортуна! Я их уничтожу! Ведь я единственная Фортуна! Как здорово! Скорость все больше! Вот это число! И что там за число? Ха-ха-ха-ха! Я придумал! Да он что! Давай поменяем кольца небесного вихря и сияющего огня. А я поставлю атакующее кольцо от штурмовой пушки. А? Теперь я все понял. Надо! Надо! О, Джин, что ты все-таки задумал? У тебя почти не осталось силы. Ты с трудом делаешь запуск. Сейчас не останется двойников. Вихрь Фортуны! Это еще что? Сияющий огонь! У небесного вихря 20 тысяч оборотов. Если запустить его с башни штурмовой пушки, количество оборотов достигнет двух миллионов. Но если использовать горячее пламя сияющего огня, температура которого 80 тысяч, то тогда количество оборотов инфинити-надо уже будет достигать 10 миллионов. Если столкнутся два вихря, направленные один по часовой, а другой против часовой стрелки, то сила духа испарится. Но 10 миллионов оборотов — это все равно меньше, чем у вихревого колеса. Значит, нам нужен один миллиард! Не может быть! Гербовый щит увеличит число оборотов на 100, и это равняется одному миллиарду. Это больше, чем у вихревого колеса! Музыка! Хоть джин и человек, но он умеет контролировать духа И Дэвис И Дон тоже Все они очень сильные игроки Инфинити-надо среди простых людей А эта копия Колеса Фортуны Самая бесполезная, насколько мне кажется Фортуна! Ну зачем? Зачем спасла меня? Кстати, как твое имя? Меня зовут Колесо Фортуны Правда? Меня тоже зовут Колесо Фортуны Как здорово Фортуна защищает Фортуну Всегда и везде Потому что я это ты А ты это я Я как и ты Колесо Фортуны Это же здорово! Ты живи! За нас двоих! Твои кудряшки Так прелестны Вот бы и у меня тоже Были такие же Красивые Эй, стой! Останься! Фортуна! Все будет хорошо Не уходи, Фортуна! Ары скромности Я никогда вас не прощу! Ты молодец Колесо Фортуны Ты уничтожила всех своих двойников Так как их жизнь поддерживалась искусственно Они бесполезны Разве они Не просто спали в огромных капсулах? Они все были обычной голограммой Тогда Фортуна Единственный экземпляр? Ну нет По правде есть еще и другие Но как видите Фортуна их только что уничтожила И кстати Прическа не определяет силу Иначе Арысы были бы кудрявые То есть все двойники в капсулах Были просто иллюзии? И вы дали нам их увидеть только Чтобы вынудить Колесо Фортуны Использовать всю свою силу духа? Именно Но мое любопытство Все еще не удовлетворено Фортуна Ты осталась одна единственная Теперь ты можешь вернуться К своему папочке Наверняка твой папа Тебя сильно любит Инфинити надо Сорокпятая серия Изменения в Фортуне ЗВОНОК Мне не открыть. Ну? И что же нам делать? Нам удалось победить двух Аресов. Ты же не предлагаешь нам сдаться. Как себя чувствует Фортуна? Фортуна, ты теперь осталась одна? Вернись ради своего папы. Разве ты не хочешь, чтобы папочка любил тебя всегда? Фортуна! Эти копии, сделанные для Вихревого Колеса, оказались жалкими. Мы не можем просто сидеть сложа руки. Согласен. Но ведь мы... Я не знаю, как они разрушат нашу Землю, но они смогут сделать это, если используют сразу оба Инфинитинада. Скорее всего, Сесилию теперь сделали хозяйкой Божественного Лука. Так же, как и их. Но мы ведь не можем оставить ее здесь. Знаю, но она совсем не реагирует на наши голоса. Нам нельзя продолжать бесцельно сидеть здесь. Знаю, это нехорошо, но единственный выход оставить ее здесь важнее спасти Сесилию. Придумал! Колесо Фортуны! Я хочу, чтобы ты проснулась! Надо! Отличная идея! Я и не подумал о Силе Духа. В сравнении с другими голосами, Голос Духа наверняка разбудит ее быстрее. Вихревое колесо? Здорово! Вы очнулись! Мы переживали. Ради своего папы вернись-ка назад. Разве ты не хочешь, чтобы твой папочка любил тебя всегда? Замолчи уже! Это обман. Вам на меня наплевать. Мне не нужна ваша забота. Но это не так. С вами же ваш Дух. Он ведь ваш партнер. Он проводник между вами и вашей силой Духа. У вас есть мы. Да вы же не понимаете. Им нужна моя жизнь. Я должна уничтожить планету. А ведь я не хочу такую судьбу. Я ничего этого не хочу. У меня ничего нет. И мне теперь некуда пойти. Может, вы пойдете в ветряный город? Если хотите, вы можете считать ветряный город новым домом. Сначала вам нужно успокоиться. Эй, Джин. Ты решаешь за всех. Может, она и выглядит жалкой, но она же остается нашим врагом. Мы не можем ей доверять. Честер и Фей тоже были нашими врагами. Но после сражений мы с ними подружились. Но ведь это совсем другое. Ты что, забыл, что она хотела сделать? Да. Мне никогда теперь не подружиться с ними. Это она ворвалась на стадион и сорвала турнир. Атаковала игроков и беззащитных зрителей. Ты сам видел, что там творилось. Еще ты сказал после этого, что никогда не простишь ее. Но ведь... но... Ведь это именно она рассказала нам секрет силы утраченного воина. Зато потом ты усвоил хороший урок. Ну... Эй, что тут происходит? Что? А? Вы чего? Хотите предать? Чему вы удивляетесь? Мы тут не в друзей играем. Как не старайтесь, но вам никогда не справиться с этим приемом. Так что просите пощады! Священные стрелы! А? Ну да, я помню. А еще мы по-прежнему находимся в башне тайфуна. Отпустить ее в ветреный город? Считаю важнее сначала спасти Сесилию. Погодите. Сейчас никто не может заменить Колесо Фортуны. А это значит... Мы не можем оставить ее здесь. Потому что она по-прежнему сама не своя. Ну, если честно, я на стороне Джина. А? Но Дон! Успокойтесь. Просто подумайте. Чтобы Арысу Мира удалось разрушить планету, ему нужна и Колесо Фортуны, и Сесилия. Ну и что с того? Мы это знаем. Да успокойся ты. Несмотря на то, что они похитили Сесилию, наша земля будет в безопасности, пока Фортуна остается в ветреном городе. Ты что это? Бросаешь операцию по спасению Сесилии? Ну, между прочим, я имел в виду совершенно другое. Джин, что же ты задумал? Тебе правда не все равно? Ну так что, я прав, Фортуна? О чём ты? Вы же... Можете? Не понимаю, о чём ты. Он хочет спросить, можете ли вы перемещаться в мгновение ока. Имеете в виду телепортацию? Она перенесётся в ветреный город по щелчку. И так мы решим проблему. Ну да, мы решим свою проблему, если вы это умеете. Фортуна, нам нужен ветреный город. Им нужна от меня только сила. Дэвис, мы должны помнить, какое у неё самочувствие. Она потратила много силы. Может, нам дать ей просто отдохнуть? Нет, Джин, я это помню. Но меня больше волнует здоровье Сесилии. Мы должны найти её. Пусть тогда она сама решает. Ты сказала, что не хочешь эту судьбу. Ну тогда сейчас принимай решение. Точно! Сами примите решение. Да, очень рассчитываю на то, что вы нас понимаете. Давайте же. Вы же хотите обрушить месть на Ароса Скромности и Ароса Мира. Вы даёте мне выбор? Право выбрать? Но ведь... Это ты? Неужели это госпожа Сесилия? Колесо Фортуны. Ты должна вернуться к Аросу Мира. Сесилия! Прости, но время ответа истекло. Шанс потерян. И Сесилия тоже подверглась внушению? Она точно госпожа Сесилия? Джин, я та же Сесилия. Но... Я приняла своё предназначение. Госпожа Сесилия? Не думал, что вы тоже Арос. Но это совсем не важно. Да, Джин? Да. В наших сердцах вы та же, прежняя Сесилия. Я верховная богиня. И это моё единственное я. Я в точности как Фортуна, но я слушаю Ароса Мира. Но Фортуна приняла это решение сама. Имеет на это право. А? Я? Так, Фортуна. Что бы ты там себе не придумала, ты всё равно идёшь со мной. Я вам это не позволю! Что ж, тогда мне придётся идти на крайние меры. Сесилия! Всё ясно! Тогда сражаемся! Да, давайте сражаться! Дон, это лишнее. Почему? Думаю, Джину не терпится снова сразиться с Сесилией. Мой небесный вихрь! Ты пострадал! Как так? Небесный вихрь! А, ну если так, тогда я всё понимаю. Но я не буду болеть за Сесилию, понял? И совсем не важно, за кого будешь болеть ты. Уверен, что Джин сейчас в прекрасной форме. Сейчас я точно не проиграю. Надо! Джин, осторожно! Она использует священные стрелы. Но вам не о чем беспокоиться. Обещаю, вас ждёт не такая скучная участь. Ха! Обещаю, вы точно погибнете! Ну и что? Я уже видел их до этого. И я знаю, что делать. Ты не хочешь вызвать свой сильный вихрь? А теперь открой свои глаза. И стань свидетелем великой силы божественного лука. Ха! Вперёд, небесный вихрь! Он в него не попал. Более того, враг изменил направление атаки. Идеальный, выносливый надо. А ещё, он очень быстрый. Он изменился за долю секунды. Всё потому, что моя сила духа использует поток воздуха, направленный вниз, как инфинити надо. Почему так быстро? На атакующем кольце божественного лука много отверстий. Когда он быстро вращается, они помогают удерживать равновесие. И он может использовать направленную вниз силу воздушного потока для нанесения ударов. Я не представляла, что такое возможно! Нет, у меня не получается. Если она сдерживает все атаки, то Джим не победит. Но неужели это конец битвы? Ну и что же ему делать? Я так не могу проиграть. Я не смогу узнать её мысли, если не нанесу удар. Моя спираль! Вращайся! Прояви себя! Моя сила духа! Как это? Давай! Небесный вихрь! Он замедляется. Джин, так и продолжай. Небесный вихрь! Чего? Снова изменился? Теперь он сбалансированный. Значит, он снова изменился. Защитное кольцо и наконечник другие. Ты молодец, Джим. У Божественного Лука два режима. Высокоскоростной и низкоскоростной. В первом случае на защитном кольце образуются выступы, а наконечник становится плоским. Во втором случае центробежные силы меньше, и выступы исчезают, а наконечник меняется на металлический, для лучшего сцепления с поверхностью. Ясно. На высокой скорости из-за центробежной силы меняется атакующее кольцо. Ну а на низкой выдвигается металлический наконечник и улучшается баланс. Обычный инфинитинадо просто остановился бы, но Божественный Лук вращается из-за силы воздушных потоков, которая направлена вниз. Это значит, он будет продолжать вращаться вечно, если на него будет действовать сила, направленная вниз. Божественный Лук – прекрасный образец выносливого надо, и это вам не шутки. Вот реальная сила Божественного Лука! Атака Небесного Вихря не сработала. Итак, чем больше он атакует, тем медленнее он вращается. Что же делать? Атакующее кольцо может... Похоже, тебе удалось обнаружить секретную силу Небесного Вихря. Теперь я все понял! Небесный Вихрь! Атакующий режим! Атакующее кольцо Небесного Вихря меняет свой режим. Божественный Лук не проиграет даже в новых обстоятельствах. Чего? Как? Его атаки такие мощные? Ну ничего себе, какая жалость! Джин, увеличивай силу! В его инфинити надо скрывается огромная сила. Придется мне постараться. Божественный Лук! Священные Стрелы! Давай же! Небесный Вихрь! Розящий удар! В атаку! Небесный Вихрь! В атаку! Лук замедлился! Джин изменил направление ветра, и противник замедляется. Битве конец. Отлично! Теперь ты точно свободна! Свободна? Сесилия. Хоть я и не понял, что произошло, но нам удалось решить сложную задачу. А? А? Но, Сесилия! Прощайте. Фортуна! Что? Что здесь произошло? Думаю, у госпожи Сесилии веская причина. Да она же просто хотела забрать ее силой. А давайте мы пойдем за ними. Что? Мы никогда не сможем узнать ее истинные мысли, если будем просто сидеть и гадать. Давайте, мы спросим ее. Ты прав. Ну ладно, мы же все равно ищем Ареса Мира. Да! Идем! Продолжение следует...